Артиллерийский снаряд нашел за городом Северодвинец. Опасный предмет находился на дне Солзинского котлована. Возможно, в воде искусственного водоема он не один. Саперы из Архангельска извлекли предмет из воды и исследовали снаряд на возможную угрозу взрыва. На месте работала моя коллега Марина Хохлова. Здесь, на Солзинском котловане, Северодвинец искал метеорит, но такая находка его не очень обрадовала. С помощью магнита он вытянул к берегу настоящий снаряд. Опасную находку рыбак космических камней оставил у берега в воде и сразу позвонил в полицию. На место сразу выехали люди в форме и оцепили территорию. Сегодня инженерно-саперная группа из Архангельска исследовала военный предмет. Операция длилась около часа. Сложность определения опасности снаряда состояла в том, что он находился в воде. Так распознать боеприпас намного сложнее. Также в это время оцепленную территорию исследовала собака-ищейка. После того, как подозрительный предмет достали из воды, саперам стало ясно – угрозы взрыва нет. Артиллерийский снаряд сразу выдали маркировки. Да, собака вы не обозначили. Значит, в дунной части выполнена надпись «Вчебный». На месте происшествия работал 4-й отдел Севмаша. Так как архангельских специалистов лишили лицензии из-за недавней трагедии при подрыве льда Северной Двины в Холмогорском районе. Северодвинцы организовали оцепление, а объект исследовали сотрудники ОМОНа. Данное изделие является учебным, то есть не содержит состава взрывчатого вещества, а также состава порохового состава, при помощи которого производится метание непосредственно в боевые части. Каким образом снаряд оказался на дне искусственного водоема – неизвестно. Теперь это будут выяснять специалисты. На вид объекту около 40 лет. Предположительно, снаряд использовали в одной из воинских частей города. Сколько еще может быть таких учебных предметов на дне Солдинского котлована – неизвестно. Остается надеяться, при очередной находке опасностей по-прежнему не будет. Марина Хохлова, Владимир Богомолов, Вестник, Северодвинска.